Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. После скандала с изменой супруга певица Наташа Королева решила отвлечься от негатива и отправилась на реалити-шоу «Племя» на необитаемый остров. Это стало роковым решением для нее. На необитаемом острове в Африке во время съемок проекта канала «Пятница» Наташа Королева сама себе искала пропитание, жила безо всяких благ цивилизации и даже успела принять роды у местной представительницы племени аборигенов. Все это, конечно, было очень весело и увлекательно, но организм Наташи Королевой уже не как у девочки, поэтому он дал сбой. На пятый день съемок Наташа Королева слегла. Она не могла даже встать с постели. Возможно, роковую роль сыграла акклиматизация и плохое качество питьевой воды. Началось сильное обезвоживание. Очень плохая пресная вода. Два дня лежала в лёжку, приводят слова Наташи Королевой седьмой. Как известно, за два дня обезвоженный организм человека истощается до такой степени, что буквально иссыхает. Это очень опасно, ведь в такой момент человек буквально находится одной ногой в могиле. Обезвоживание организма – это патологическое состояние, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы. Оно сопровождается нарушением метаболизма и даже может привести к смерти. А на Занзибаре, где проходили съемки, медицины фактически нет. К счастью, с Наташей Королёвой всё хорошо, и она смогла быстро восстановиться. Хорошо, что певица взяла с собой аптечку. Также её спасло лёгкое питание. Но из-за обезвоживания она всё равно покудела аж на 6 килограммов. Приехав домой, Наташа Королёва срочно побежала в ванну и вымыла волосы, ведь этого она не делала 20 дней. На острове она мылась в ручье, а в туалет ходила, страшно представить, за забором. Ранние дни Ру писали, что муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, Тарзан, без предупреждения приехал к супруге на остров и огорчил её этим. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.